Спасибо, Олег Николаевич, спасибо, что пригласили на конференцию. И мне, как психиатру, на самом деле не впервые выступать на конференциях, которые посвящены какому-то одному из направлений клинической медицины, потому что всю жизнь занималась психосоматикой. Ну а сегодня тема моего доклада будет посвящена психофармакотерапии, функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. И Олег Николаевич мне облегчил, извиняюсь, облегчил уже мою задачу, рассказав о клинике и проявлениях большинства функциональных расстройств. Ну, я, наверное, большую часть остановлюсь на функциональных расстройствах, именно эзофагиальных расстройствах, и о них больше исследований в плане психофармакотерапии. Уже было сказано, что это пять видов функциональных расстройств. Функциональная загрудинная боль, функциональная изжога, гиперсензитивный пищевод, комфголий и функциональная дисфагия. Позвольте на диагностических критериях не останавливаться, но я буквально несколько слов хотела бы сказать о коморбидной психической патологии, которая регистрируется в этой группе больных. Но вообще, чтобы вы понимали, функциональные расстройства или органы и неврозы, как мы, психиатры, называем все группы функциональных расстройств, и в кардиологии, и в гастроэнтерологии, и в пульмонологии, коморбидность их с психическими расстройствами очень высока. И здесь, и в основном этот контингент больных, несмотря на то, что они фактически являются нашими пациентами, психотерапевтов, психиатров, обращаются в первую очередь к вам, к врачам-интернистам. И вот здесь возникают сложности. Либо эти пациенты проходят очень длинный путь до того, как доходят до психиатров, психотерапевтов, либо получают не совсем адекватное лечение. Итак, что касается функциональной загрудиной боли, я, на самом деле, просмотрела достаточно большой объем литературы, личного опыта не имею. Большей частью мы занимались синдромом раздраженной толстой кишки. Но вот что касается коморбидности, вы видите, что по данным, в основном это данные зарубежных исследований, до 60% пациентов, страдающих функционально загрудиной болью, имеют те или иные психические нарушения. Чаще всего спектр этих нарушений связан с диагностикой депрессии, тревоги и расстройств в рамках такого диагноза, как расстройство адаптации. Функциональная изжога. Исследований общей распространенности психических расстройств среди этих пациентов нет, но есть данные о том, что пациенты с функциональной изжогой очень часто у них встречаются другие функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, а именно синдром раздражённой кишки и также расстройство адаптации. Гиперсиндитивный пищевод. Также нет общих данных. Также очень высокая коморбидность с другими функциональными расстройствами и расстройством адаптации. Ком в горле. Ну, это на самом деле отдельный разговор для психиатров. Это такое поле для размышления, потому что ком в горле, если вы помните, курс психиатрии, есть так называемая группа конверсионных расстройств истерического круга, где именно ком в горле является одним из проявлений, хлопус и хистерикус так называемый. Поэтому здесь, конечно, дифференциальную диагностику этих пациентов проводить достаточно сложно. И вы видите, что если смотреть коморбидную психическую патологию, то здесь расстройство личности именно драматического кластера, то есть это фактически истерическое расстройство личности, очень высокий уровень, до 70% распространённость и так называемый высокий уровень алекситимии. Это тоже одно из проявлений расстройств личности. Ну и немножко я коснусь функциональных гастродуоденальных расстройств, потому что я буду говорить про психофармакотерапию этих состояний. Это две группы. Функциональная диспепсия, которая представлена постпрандиальным дистресс-синдромом и синдром эпигастральная боль, а также расстройство функции кишечника, непосредственно синдром раздражённой кишки, о котором гораздо больше информации, чем о предыдущих состояниях. Функциональная диспепсия также имеет достаточно высокий уровень коморбидности, тоже с тревогой, с депрессией, с расстройством адаптации. Ну и синдром раздражённого кишечника считается, что до 70% коморбидности с той или иной психической патологией. Здесь гораздо более тяжёлого круга патология, помимо эффективных, тревожных расстройств, тревожной адаптации, расстройства адаптации и расстройства шизофренического спектра. Итак, переходя непосредственно к принципам психофармакотерапии, и эти принципы были сформулированы, они касаются вообще всей психофармакотерапии, которая используется в общей медицинской сети. Конечно, главный принцип – это показания. При этом психиатры, работающие в общей медицинской сети, должны понимать, что именно среди этих пациентов соотношение пользы и риска, то есть помимо, конечно же, эффективности терапии, учитывать безопасность, то есть самототропные эффекты той психофармакотерапии и возможные лекарственные взаимодействия психиатр должен знать, или психотерапевт, или врач-интернист, который эту терапию назначает. Но и доза, и длительность терапии, о чём мы будем говорить чуть позже. Я просмотрела, наверное, около нескольких десятков РКИ и пару-тройку метаанализов нашла по поводу использования средств психофармакотерапии при лечении функциональных расстройств. И надо сказать, что, наверное, процентов 90 этих исследований связаны с использованием в основном одной группы средств психофармакотерапии, а именно антидепрессантов. Здесь представлена классификация, современная классификация антидепрессантов, классификация по механизму действия. Позвольте, я не буду это всё озвучивать. Все более-менее осведомлены, все знают самую старую группу антидепрессантов, это трициклические антидепрессанты. И дальше уже следуют антидепрессанты более новых поколений. Я решила построить презентацию так, чтобы было удобно вам, как бы возможно использовать, чтобы использовать эти данные в своей практике. И разделила все исследования по использованию антидепрессантов на каждый из вариантов функциональных расстройств. Ну вот, какие антидепрессанты изучены в случаях, если они используются, при лечении функциональной загрудиной боли. Я нашла несколько исследований. И вот разделила, вы видите здесь таблица, делится на антидепрессанты, представленные, которые хорошо изучены и с относительно высокой эффективностью, то есть до более 50% респондеров. Антидепрессанты, которые также изучены и применение их возможно, но со средней эффективностью. И с низкой эффективностью, либо антидепрессанты, применение которых нежелательно, либо они малоизучены. Итак, при лечении функциональной загрудиной боли одними из наиболее эффективных антидепрессантов был сертралин. Это антидепрессант, который относится к группе ингибиторов обратного захвата серотонина. Надо сказать, что эта группа антидепрессантов одна из наиболее широко используемых в общей медицинской сети. Второй антидепрессант, пароксетин, тоже, я думаю, всем известный, часто назначаемый. Он показал среднюю эффективность. Так же, как и антидепрессант розодон, который относится к группе ингибиторов обратного захвата серотонина антагонистом серотонина, высокую достаточно эффективность показал венлофоксин и трициклический антидепрессант имепромин. Применение антидепрессантов для оккупирования симптомов изжоги при ГЭРБ, потому что исследований функциональной изжоги, использования антидепрессантов при функциональной изжоге я не нашла. Ну, возможно, плохо искала, но я старалась. Я думаю, что таких исследований на самом деле единицы. Что касается антидепрессантов, которые высокоэффективны, то это опять группа ингибиторов обратного захвата серотонина, а именно цитилопрам и флуоксетин, показал достоверную эффективность при лечении симптомов изжоги при ГЭРБ. А вот трициклические антидепрессанты, я нашла только одно исследование, нортрептилина, показал достаточно низкую эффективность при лечении этих симптомов. Следующая категория – это гиперсензитивный пищевод. Вы видите, что сертролин, пароксетин достаточно высокую эффективность показал, венлофлоксин и трициклические антидепрессанты, такие как имепрамин и амитрептилин, также показали достаточно высокую свою эффективность. Что касается применения антидепрессантов для оккупирования симптомов кома в горле, таких исследований буквально единицы. Я нашла парочку таких исследований, которые были связаны с использованием амитрептилина, трициклического антидепрессанта, тоже всем известного хорошо, однако он показал среднюю эффективность при лечении этих симптомов. Кстати, очень много исследований на тему, когда используют такую страшную процедуру, это электросудорожную терапию, даже при лечении кома в горле, были такие исследования, что эффективно этот вариант лечения был использован. Что касается лечения функциональной диспепсии. Низкую эффективность показал эсцетолопрам, венлофоксин, а достаточно высокую флуоксетин, мертозапин, это препарат, который относится к норадреналическим специфическим серотонин, эргическим, извиняюсь, антидепрессантам, и амитрептилин также показал очень высокую эффективность. Несколько исследований применения анксиолитиков, то есть противотревожных препаратов, и одно из таких исследований показало, что как раз-таки производные бензодиазепинов, которые одни из самых известных, а именно хлородиазепоксид и диазепам, показали среднюю эффективность, в отличие от гетероциклических производных, которые относятся к группе анксиолитиков, буспирона, который показал достаточно высокую эффективность. Теперь, что касается ДОС, которые применяются при лечении функциональных расстройств. Вообще, надо сказать, когда я стала работать в общей медицинской практике, и мы стали использовать достаточно большое количество антидепрессантов, и в онкологии я работала, и в кардиологии, и в гастроэнтерологии, надо сказать, что эффективность ДОС, которые на самом деле дают хорошие показатели, они очень низкие, и для психиатрии, они субтерапевтические, и должны вы начинать, если вы будете назначать эти дозы субтерапевтических, иногда даже, ну, фактически мы начинали с гомеопатических доз, и доходя до субтерапевтических, мы получали очень хороший эффект. Но надо понимать, что эффективность антидепрессантов при лечении функциональных расстройств достигается только при длительном их применении, и как минимум считается, что длительность приема должна быть не менее 8 недель, чтобы оценить эту эффективность. Дозы, позвольте не зачитывать, они представлены, вы видите, что они, в общем-то, если начинать с минимальных, они достаточно маленькие, и на самом деле для психиатрической практики это крайне редко такие дозы используют, а вот в общей медицинской сети они очень эффективны. Возвращаясь к принципам психофармакотерапии, мы должны помнить о том, что все наши средства обладают массой самототропных эффектов. Поэтому, назначая те или иные наши препараты, если это делает психиатр, он, конечно, должен учитывать в том числе и возможность самототропных эффектов. Но надо сказать, что многие антидепрессанты обладают для гастроэнтерологии как раз-таки положительными самототропными эффектами. Всем известен противоязвенный эффект трициклических антидепрессантов, это облегчение ночных болей, заживление язвы, прокинетические, те же трициклические антидепрессанты, гепатотропные эффекты, это гептрал, антидиуретические трициклики и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, антиневрологические, бронходилитационные. Купирование приливов, антиагрегантный, антианоректический эффект, то есть стимуляция аппетита при использовании трициклических и мертозапина, аноректический, подавление аппетита, кстати, это очень эффективно у пациентов с метаболическим синдромом, когда антидепрессанты вызывают снижение явного аппетита и даже пациенты худеют на фоне приема антидепрессантов, ну и хронобиотический так называемый эффект, это нормализация циркодианного ритма. Но помимо положительных самототропных эффектов мы должны помнить, и почему мы, врачи-психиатры, не очень любим назначать трициклические антидепрессанты в общей медицинской практике, потому что они обладают массой и негативных самототропных эффектов, особенно, ну, фактически в кардиологии они не применяются в связи с явлениями, вызываемыми явлениями ортостатической гипотензии, проаритмогенным их эффектом, нарушением проводимости, синусовая тахикардия, которые они могут вызывать снижение сократимости миокарда, ну и масса еще других, они здесь представлены, позвольте их не зачитывать. А вот что касается другой группы антидепрессантов, они более молодого поколения, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они имеют гораздо меньше представленных негативных самототропных эффектов, поэтому мы их очень часто без страха и риска используем в общей медицине. Тоже, позвольте не зачитывать, но это очень важная тоже такая схемка, показывает, как наши антидепрессанты участвуют в метаболизме из-за ферментов печени, и обычно наш пациент, которого мы лечим, психиатры в общей медицинской сети, это мультиморбидный пациент с массой соматических заболеваний, плюс получающий еще массу препаратов из группы самототропных препаратов, поэтому мы здесь, конечно, должны учитывать, какие-то из антидепрессантов являются ингибиторами, какие-то стимуляторами, поэтому здесь надо это все учитывать, чтобы регулировать дозу препаратов. Ну и немножко, таких, кстати, исследований не так много, это использование антипсихотиков, это сульперид, ну всем известен сульперид для лечения синдрома раздраженной толстой кишки, это глонил, да, в маленьких дозах, в общем-то он иногда, ну смотря, насколько выражен этот синдром, мы, я помню, когда мы работали, я в свое время работала в первом медицинском университете, и мы сотрудничали как раз с клиникой Василенко, и там даже доктора до 600 миллиграмм давали этим пациентам сульперида, и внутривенно водили, не боялись его, ну и квитиопин, это тоже атипичная нейролептика, которая также очень широко, в принципе, используется в общей медицинской практике, в том числе для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Ну и дозы вот этих трех, я только одно исследование нашла, которое изучало влияние анксиолитиков на расстройство, функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, это хлордиазопоксид и лениум, всем хорошо известны, реланиум и буспирон или спитамин. Вот дозы также минимальные, максимальные и средние здесь представлены. Ну, почему я всегда заканчиваю свои слайды про бензодиазепины, про анксиолитики, потому что, к сожалению, до сих пор эта группа препаратов является самой часто назначаемой среди врачей-интернистов, ну, как бы считается, что их не страшно назначать, потому что вроде бы как мало негативных самототропных эффектов, но тем не менее, мы должны помнить о том, что да, на самом деле в стандартных дозах бензодиазепины имеют положительные самототропные эффекты, связанные и с гипотензивным, и антиаритмическим, и коронаролитическим, и антигипервентиляционным, а в том числе и снижение веса и активности кислотно-пептического фактора, но должны помнить о том, что использование ее в высоких дозах приводит к снижению сократимости миокарда, угнетению активности дыхательного центра и ослаблению перистальтики кишечника. Поэтому, не говоря уже об основных негативных эффектах бензодиазепинов, то есть мой посыл, не лечите, пожалуйста, функциональные расстройства бензодиазепинами, потому что, во-первых, назначать вы их можете только в течение двух недель, больше назначения, более длительное назначение не рекомендовано в силу нежелательных явлений, это и явление поведенческой токсичности, то есть дневная сонливость, замедление когнитивных процессов, снижение остроты реакции, внимания, памяти снижения, ну и затруднения при отмене терапии. Альтернативой, если вы уж хотите назначить бензодиазепин, являются анксиолитики других групп. Но в основном, как показывают исследования, конечно, основной группой, которая применяется при лечении функциональных расстройств, являются антидепрессанты. Спасибо за внимание.